Живление. За канатом. Поднимай. Давай. Из Красноярска. Меня зовут Сергей. Замечательно. А моё имя Александр, и я харьковчанин. Хороший город. Спасибо, спасибо. Зоопарк там ещё целый, нормально? Очень большой, красивый, реконструированный зоопарк. Я и говорю, что я как-то был там давно, давно ещё в детстве. В детстве он был плохой. Сейчас можно погуглить. Там такой красивый, замечательный зоопарк. Всё по-другому. Такие классные зоны обитания животных. Просто фантастика. Не, ну тогда был такой, ну, как бы большой, ну, спокойно. Прикольно. Сейчас очень классный. У меня сестра просто там жила двоюродная. А когда война началась, она где-то в семнадцатом, по-моему, году, они в Крым переехали к родителям. Она беременная была, ну, страшная, потому что всё-таки. И уехала в Бокчисарае. Понятно. А зоопарк сейчас очень большой. У нас вообще очень большой, очень красивый город. Ну, когда-нибудь ещё получится, наверное, съездить, когда всё это закончится. Когда дипломаты уже урегулируют этот весь вопрос. Хватит уже, наверное, друг друга пулять-то. Ерундой занимаемся, как говорится. Долбим друг друга. А зачем ерундой заниматься, я не понимаю? Да я не знаю. А я откуда знаю? Вам тоже тогда вопрос встречный. Ну, ну, ну. Зачем мы друг друга стреляем? Ну, смотрите, наверное, от непонимания. Наверное. Ну, вот я харьковчанин. Появляются какие-то военные, какие-то броневики, какой-то танк пытается заехать. Ну, естественно, по нему начинают стрелять. Но теперь в Курск тоже зашли. Тоже война там идёт. Тоже убивают. Тоже война. Ну, что хорошее, что ли? Я вообще не люблю войну. Я пацифист вообще. Вы пацифист. Так я же говорю, сейчас же очень классно. Нам же как объясняют, зачем Курск? Что пленных большое количество. А это очень хорошо. Наверное. Когда пленные уже ребята и не воюют. А кому это? Только кому это хорошо? Это же эскалация конфликтов. Всем хорошо. Это надо уже садиться за стол переговоров, наверное, нашим дипломатам, вашим дипломатам. И что-то как-то уже начинают договариваться. Вы согласны со мной? Так я же говорю. То, что пленных взяли вооружённые силы Украины, это для всех хорошо. Смотрите, самим пленным хорошо. Они уже не воюют, они в безопасности. Вооружённым силам Украины хорошо, потому что можно поменять пленных украинских. Они вернутся домой, к семьям. В том времени угороды отрежут всю эту украинскую братью и уничтожат её. Ну, кому это будет хорошо? Вместе с нашими пленными и вместе с ними. Это будет хорошо? Нет, конечно. Так, а зачем вы это будете делать? Жизнь одна, понимаете? Вот вам сейчас, если человек представит, вы же тоже скажете, ну блин, я жить хочу. Вы знаете, когда только началась полномасштабная война, я хотел жить, пугался разрывов градов и так далее. Ничего. Пошёл на окружную устанавливать мины на радиоуправлении. Страшно было, да? Ничего. Ну, видите, вы тоже приняли участие, повоевали. Ну, осмелели уже как-то, наверное. Ну да, уже, конечно, осмелел, да. Ну, не дай Бог, чтобы это... Я желаю вам, чтобы всё закончилось быстрее и хорошо, чтобы вам ни ногу, ни руку не оторвало, не ранили где-нибудь там что-нибудь. Пусть всё закончится благополучно. Хорошо? Ну, и у вас пусть будет замечательно, держитесь подальше от военных объектов. Спасибо. А то, чтобы у вас всё было целое, и дом был целый, и руки, и ноги, и вообще организм ваш. Давайте будем беречь. Главное, чтобы вы не находились рядом с какими-то военными заводами, военными базами. Дальше вот это вот, от этого вот всего.